Я с души, как с цветка, собираю слова, и в жемчужины мысли вплетаю, потому что я знаю ценность родства, свой башкирский язык уважаю. На днях в Башдрам-театре состоялся закрытый показ короткометражного учебного фильма «Пара слов» режиссера Альбины Галиулиной. Проект был реализован при поддержке гранта президентского фонда культурных инициатив в рамках межрегионального цифрового образовательного кинопроекта «Слово Земли онлайн». направлен на сохранение и развитие родных языков. Организаторами проекта выступили Союз кинематографистов Башкортостана и киношкола Булата Юсупова. Основная идея фильма в том, чтобы человек, живущий в этой билингвальной семье, он использовал возможности обеих языков. Каждый язык по-своему прекрасен, и мы должны способствовать тому, чтобы сохранить родное слово. Вообще этот проект меня привлек уже давно. Этот проект, он на самом деле уже второй раз проводится. Мне близка тема сохранения языка, и я тоже захотела поучаствовать и сказать уже свое слово. На показе присутствовала съемочная бригада фильма и все те, кто вносил свою лепту и помогал при создании картины. В фильме затрагивается тема двуязычной семьи, ценности языковой культуры и национального театра. Эта тема актуальна и способствует сохранению и развитию национальных языков, как в нашей республике, так и в России в целом. Я бы сказал, что мой герой, ну как бы персонаж, которого я играл, очень мыслящий, думающий, то, что умеет и на двух языках, как бы и поддерживает родной язык, и на русском неплохо общается, как бы знает. Ну, такой проницательный, я бы сказал, что во всех ищет, как правильно, то есть даже если он встречается с башкирской девушкой, ну, с башкиркой, да, то есть он хочет в совершенстве овладеть языками. То есть вот он и переводит, сидит на спектакле в театре, то есть очень такой, где-то вот рассеянный маленько, потому что там кто ключи забыл, то билет забыл, то забыл, он прийти в театр. То есть забывчивый, он, если на одном зациклился, то есть он этим только и будет заниматься. То есть остальные для него это уже второстепенные вещи, вот так бы я назвал. Было, конечно, очень интересно посмотреть на себя со стороны, потому что фильм сегодня я увидела впервые после съемок. Вообще, это мой первый опыт вот в таком виде искусства. До этого я, конечно, работала на телевидении, но это совсем разные вещи. Кино это, конечно же, другое. Я очень довольна, конечно, посмотрела фильм, очень довольна своей героиней. Вообще, мы с ней, наверное, близки по духу, потому что я по своей внешности, будучи башкиркой, но по внешности я похожа на русскую. Поэтому вот мы с ней как-то в этом плане очень близки. Она такая же нежная, спокойная, меланхоличная, как я. Когда мне предложили участие в данном проекте, я, конечно, не раздумываясь, сразу согласилась. Хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере, в какой-то другой, далекой от моей трудовой деятельности. Поэтому, конечно же, для меня это было очень интересно. Это развитие, это какие-то новые эмоции, новые знакомства, новый этап в жизни. В фильме снимались не только молодые артисты, но и сотрудники драмтеатра, а также известные в городе актеры. Радмир Давлетбаев, Фатих Кульсарин, Елена Панкевич, Янгузель Халикова, Риф Мусин, Эльвира Маликова, Райфа Сулейманова и другие. Ассистентом режиссера выступил Фатих Кульсарин, оператор Рустем Гайнанов. Альбина, тебе, ты, хочу сказать, что ты молодец, удачи тебе, творческих успехов. Надеюсь, думаю, верю, что еще какие-то планы есть впереди. Было интересно сниматься. Это, конечно, там свои нюансы есть, там нужно этим заниматься, серьезно, дальше там углубляться, потому что это тоже отдельная профессия, поэтому в будущем желаю тебе удачи, и чтобы работать и в этом направлении, и в театре, всего хорошего. Есть начинающий кинорежиссер, и есть актеры, и как бы продвигать именно театр, в том плане, что, ну, когда телевидение, с телевидением какие-то, ну, например, на БСТ выходит что-то, зритель уже знает, народ будет видеть артистов и понимать. Поэтому если что-то, какой-то проект, может быть, сможет получиться в дальнейшем, вот, аллах, удачи. Продвижение фильма проходит в социальных сетях, а трансляции на федеральном канале планируется в ноябре. Альбина Кашапова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».